Добрый день. Сегодня у нас серия 212, называется «По меркам науки». Опираюсь на видео на канале «Постнаука», которое было в феврале месяце. «Как изучать человека?» социолог против психолога Виктора Вахштайна Владимир Передонов в «Постнауке». Владимир Передонов, доктор психологических наук, зав. лаборатории когнитивных исследований, факультета психологии Института общественных наук РАНХИКС. Вот они втроем. Адель Цибенко ведущая. Виктор Вахштайн и Шаненки представляют социологов. Владимир Передонов из РАНХИКС представляет психологов. Так вот, примерно на седьмой минуте появляется кадр, где Владимир Передонов рисует три уровня теории. Вот я написал сверху буквы, чтобы было понятно. Но вот Передонов фломастером нарисовал три уровня, написал теорию высокого уровня ТВУ, средний уровень и низкий уровень. И дальше комментарий из Передонова из видео. Три слоя теории психологии по Владимиру Передонову. Теории высокого уровня ничего не объясняют и не измеряют, но они задают язык описания. Теории среднего уровня хорошо объясняют локальные ситуации, но ничего не измеряют и не предсказывают. Теории низкого уровня хорошо измеряют и предсказывают, но ничего не объясняют. Виктор Вахштайн подтвердил, что в социологии схемы примерно та же, хотя термины слегка отличаются. Давайте возьмем Туаи и положим на схему Спиридону. Посмотрим, что получится. Языкописание. Туаи дает языкописание для многих областей человеческой деятельности. Более того, значительный корпус текстов Туаи посвящен переводу других описаний из других языков на язык Туаи. Таким образом, Туаи является теорией высокого уровня по Спиридону. Объяснительная схема. Туаи объясняет многие наблюдаемые факты. Приведу пример из виртуальной гостиной 13, ближе к концу, но там еще много примеров разных. Вот приведу такой пример. Старушка идет на выборы, голосует за Путина. Почему? Потому что в политике она способна удержать только один объект в поле внимания. В других делах не так печально. Например, в варенье и борща. Там уровни повыше. Таким образом, Туаи является теорией среднего уровня по Спиридону. Она объясняет. Измерение, прогнозы и подтверждение. Можете то и спланировать и провести эксперимент с измерениями. Мысленный эксперимент, да, покажу сейчас как. Чтобы провести не мысленный, а реаннатурный, нужны просто ресурсы. Будут ресурсы, можем провести. Таких экспериментов я могу придумать достаточно много. А вот в серии 205-й, по названию сортер и переходник, я обсуждал, как собирается парламент в разных странах разными процедурами. Там я выделил 4 процедуры A, B, C, D. По партийным спискам A, мажоритарка B было еще 2 процедуры. В данном случае важно, что я могу сопоставить эти процедуры отбора кандидатов в парламент с уровнями. И вот так выглядят уровни, отобранные по этим трем процедурам. Важно для меня сейчас, что по партийным спискам тип A. Это первый, второй, третий, четвертый уровень. В общем, первого и второго нет больше нигде. Это значит, что если я найду процедуру, которая, найду действие, которое втягивает первый и второй уровень, то это можно измерять и можно делать выводы. Вот такой факт, который называется кнопкодавство. Отсутствующие депутаты оставляют свои пустые столики и присутствующие депутаты ходят и голосуют за всех, кто не пришел. Это фиксируемое явление объективно. Тут нечего трактовать, тут надо только фиксировать этот факт. Так вот, простые команды, первый уровень, не отсвечивая быть ко всем. Это второй уровень и это позволяет свидетельствовать только те, кто прошел по партийным спискам. Вот можно провести такой эксперимент. В разных странах, в парламентах гипотеза такова, что парламенты, собранные по партийным спискам, показывают значительно больше процентов кнопкодавства, чем парламенты, собранные по иным процедурам. Есть 100% голосований, какой-то процент из этих голосований проходит по процедуре кнопкодавства. Это можно измерить, можно сравнить измерения с прогнозом. Если даже это этнически трудно, то принципиально осуществимо. Таким образом, теория уровня обстоятельного интеллекта является теорией низкого уровня по Спиридону. Итого, в терминах Спиридонова то и занимают уровни высокий, средний и низкий одновременно. И других таких теорий по слову Спиридонова, которые сегодня в психологии нет. Ну вот и все. На сегодня продолжение следует. До новых встреч.